9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. На протяжении 68 лет 9 мая это день легендарной победы над фашизмом и день памяти погибших воинов. Сегодня в Рассказовском районе в селе Платоновка прошел торжественный митинг, посвященный этому дню. В преддверии праздника Дня Победы жители Рассказовского района собрались у мемориала погибшим воинам, чтобы поздравить ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память тех, которые отдали жизнь, защищая Родину. Важность и значимость этого праздника осознают не только люди старшего поколения, но и подрастающая молодежь. 9 мая это день Победы, в этот день закончилась Великая Отечественная война, наши русские победили. Ветераны отдавали жизнь за то, чтобы мы жили в свободе, в мире, и мы должны каждый год чтить эту память, то, что они завоевали для нас эту свободу. Для меня это очень праздник, очень важный. Военные годы были тяжелыми для всех, но все трудности были преодолены. И уже на протяжении 68 лет российский народ благодарит всех ветеранов за жизнь и мир над головой. Спустя больше полувека после окончания войны воспоминания тех лет до сих пор свежи в памяти Константина Толмачева. Тяжелой у нас была подготовка, нас солдат, молодых солдат. Мы 18 лет призвали нас, и в городе Горьком нас готовили. Полгода приготовили, каждый день полевые занятия, каждый день до упадок. Ну, а потом пошли на фронт, и я попал на пульскую дуку. На митинге своими воспоминаниями делились и другие ветераны. Рассказывали о всех трудностях, с которыми им пришлось сталкиваться в военные годы. Победили потому, что нет такого смелого солдата, как русский солдат. Он не боялся ложиться под танки, закрывал амбразуры немецких дзотов своим телом. Мы победили потому, что фронт и тыл были едиными. Честь, уважение и большую благодарность ветеранам, высказывали все участники митинга и представители власти, и молодое поколение. Победа, святое это слово, и радость нем, и боль утрат. За мир тепло родного дома шел в бой отечество солдат. С того памятного дня прошло 68 лет, но до сих пор болят раны у живущих ныне участников войны. И до сих пор жива память о тех людях, которые ковали победу. Воинов, которые не вернулись с поля боя в Великую Отечественную войну, почтили минуты молчания. В завершении митинга возложили цветы к мемориалу погибших воинов. Екатерина Студенова, Алексей Шиповалов. Новости ТВ Рассказыва.